всем привет меня зовут василий шушевал я директор по аналитике кама games studio до этого я руководил отделами аналитики в плейриксе в mail.ru и в game inside сегодня в ходе нашей встречи я хочу немножко рассказать про китов в free-to-play играх причем это будет скорее casual mid-core игры такой направленности так сейчас я разберусь куда здесь нажимать первый вопрос который у нас всегда есть кого мы назовем китами в целом free-to-play проект характерен неравномерным распределением выручки по игрокам небольшое число самых платящих приносят существенную часть выручки для визуализации этого дисбаланса можно использовать график накопления ревенью мы берем календарный период для каждого кто платил в этот период мы считаем суммы его платежей а сортируем эти суммы по возрастанию и вычисляем какую долю выручки обеспечивают n нижних процентов платящих график идет из точки 0.0 в точку 100 процентов 100 процентов в casual и mid-core free-to-play проектах обычно верхние 5 процентов платящих обеспечивают 50-60 процентов выручки при этом нижние 50 процентов обеспечивают 7-8 процентов выручки изучение данной кривой может дать нам интересную информацию о перекосах возможных в монетизации проекта верхних пять процентов платящих я предлагаю называть китами то есть я эти пять процентов я их опытным образом выбрал работая во многих компаниях и у топ пяти процентов фри-то-плей игроков есть общая характеристика что они действительно делают там половину немножко больше половины всей всей выручки эти пять процентов что интересно их на самом деле можно разбить на две части на 3 процента и на 2 процента самых верхних ну то есть на как бы на китов и на супер китов и их поведение внутри игры может отличаться иногда это полезно делать давайте поговорим о китах почему они появляются и кую пользу приносит в целом экономика фри-то-плей игры позволяет с одной стороны всем играть бесплатно а с другой стороны она же позволяет потратить любую сумму при этом в в фри-то-плей проекте не платят 92 98 процентов игроков то есть от двух до восьми процентов всех игроков делают всю выручку проекта и при этом топ пять процентов платящих а это от одной до четырех десятых процентов аудитории приносят 50 60 процентов все всей выручки киты они уравнивают финансовую часть игры уравновешивают без них мы не могли бы позволить большинству игроков играть бесплатно что сильно усложнило бы привлечение пользователей но это все основа финансовой модели фри-то-плей как же нам выделить кита в целом есть несколько подходов ну в глобальном смысле мы мы можем кита выделять через сумму платежей отдельного аккаунта и это это хорошо работает в casual играх это хорошо и тут самое главное самый главный признак где это хорошо работает если у вас есть несбрасываемый прогресс если у вас нет разных аккаунтов игроков то есть и если для сброса про прогресса нужно писать в саппорт наверное вы можете китай считать по отдельному аккаунту с другой стороны есть другие игры где игроку где у игрока есть возможность сделать несколько разных аккаунтов сделать так называемых твинков ну совсем яркий пример это мморпг какие-нибудь или допустим шутеры ну в мморпг твинков делают для либо чтобы инвентарь складывать либо там для для дополнительных целей шутерах твинков делают чтобы сбросить прогресс сбросить статистику и там сделать аккаунт где будет очень высокий код и винрейт и прочее и всякое такое и вот если у вас игра с твинками возможно возможно нормальной идеей будет взять для учета не только один аккаунт с большой суммой платежей а брать все аккаунты человека суммировать платежи и вот если они попали в топ-5 процентов то это кит далее интересный вопрос какие сложности нам приносят киты тут я скорее перечислю подводные камни а не буду давать какие-то рецепты решение в любом случае выбираются с учетом контекста самая первая и очевидная сложность которую киты могут создавать это искажение результатов а-б тестов в простом случае это а-б тесты на деньги ну на суммы на конверсии на что-нибудь такое и там понятно почему эти искажения возникают потому что киты больше платят чаще платят и так далее и они могут просто сдвигать одну из групп но при этом киты также могут создавать проблемы в а-б тестах и на продуктовые поведенческие величины например если мы гипотетически решим сделать а-б тест на величину какой процент игроков в зависимости от от конфигурации пройдет какой-нибудь ивент за семь дней то есть мы делаем активность в игре у нее семидневное ограничение и мы хотим понять в зависимости от настроек в какой из какая из конфигурации более там приводит к тому что больше игроков это все проходит так вот киты за счет того что они много платят за счет того что они едут на деньгах просто они могут даже такие метрики сдвигать ну здесь конечно не так сильно как в деньгах но такое бывает следующая история чем киты нам могут осложнить жизнь они явно осложняют маркетинговые модели в многие модели которые предсказывают окупаемость трафика например там или будущие платежи обычно они работают с накопленным с накопленными платежами какой-то когорта и киты и и это в принципе кривая искривляется довольно понятно и все умеют ее аппроксимировать и как-то с ней разумно работать при этом если у вас в проекте есть какие-то единичные большие киты они могут ступенькой сдвигать эту кривую и ваша обычная модель которая не учитывает этот факт она может сильно завышать прогноз потому что она будет рассчитывать что и вот и дальше так все высоко пойдет если я очень рекомендую проверять есть ли у вас в ваших проектах подобные сложности и если они есть то как-то там разумно их решать следующая история с китами вот мы поняли что китов мало их там пять процентов от платящих платящих тоже мало но при этом киты делают 50-60 процентов выручки кажется у нас может возникнуть идея что надо бы о них позаботиться и надо бы подумать о том какой продукт они получают действительно ли им все нравится одна из первых там очевидных метрик которую можно рассматривать это уход игроков ну или там rolling retention черный и так далее в зависимости от того в какую сторону в сторону единицы нуля мы смотрим расскажу историю в одном из проектов при первом знакомстве я получил следующую картину что для не платящих и платящих черн достаточно разумно и и обычно устроен а почти все киты уходили после 15 дня это меня насторожило и я стал смотреть что же именно делают киты и обнаружил что они в ходе прогресса по игре очень быстрого кстати говоря подряд покупают все доступны все существенные важные и там и в магазине то есть они они прогрессируют им становится доступны кинти следующий там они их выкупают и так оказалось что в адам что в линейке этих и темов в в на на одной из позиций был неподходящим по стилю игры то есть в начале там игроки условно две недели играют одним стилем а очередной и там он под другой стиль игры он при этом хороший он классный он забаланшенный он нормальный и если какие-то другие игроки его сознательно покупали им все нравилось а у китов возникал такое ощущение что они они ожидали одного а получили другое им все не нравилось потому что с этим и там они не могли нормально эффективно играть и они уходили в результате мы пересмотрели магазин мы вот эту линейку еще раз чекнули там устранили такие вещи и киты от нас перестали уходить следующая история если мы говорим про мач 3 проекты и и какие-нибудь такие где эти уровни можно либо пройти либо не не пройти в них я очень рекомендую отслеживать такой параметр как наблюдаемая сложность то есть для каждого уровня мы берем группу игроков какую-то и мы смотрим с какой вероятностью человек там допустим делает фейл на этом уровне то есть мы мы рассматриваем уровень как бросание нечестной монетки ну в некотором приближении и смотрим вероятность этой нечестности и видим интересная картина что же именно мы видим что обычно для неплатящих игроков наблюдаемая сложность постепенно растет ну потому что ровно так создается кривая сложности в начале на первых уровнях все попроще потом все посложнее у просто платящих на первом этапе наблюдаемая сложность ниже чем у платящих потому что они используют бустеры что они там такое облегчают себе игру и получают чаще победы но начиная с какого-то момента они не справляются уже не могут столько платить и далее играют уже почти как не платящие а точнее получают такой же продукт вот это очень важно а для китов ну на самом деле я вот это видел на супер китах на двух процентах самых платящих людей на двух процентах платящих у них наблюдаемая сложность практически постоянная и там она была примерно выигрывают два уровня из трех и что самое интересное на тех уровнях где у неплатящих росла наблюдаемая сложность то есть это был объективно более сложный уровень у этих вот китов подскакивала монетизация а там где у неплатящих наблюдаемая сложность проседала у китов монетизация проседала а наблюдаемая сложность она была практически приколоченная то есть я к чему это все рассказываю к тому что ваш продукт он может очень сильно по-разному выглядеть с точки зрения разных платежных категорий он он может по-разному выглядеть как даже между неплатящими просто платящими но вот для китов у вас могут быть неожиданные сюрпризы например можно посмотреть следующий слайд где мы говорим о скорости потребления контента киты как известно потребляют контент существенно быстрее чем просто платящие и при этом киты генерируют от 50 до 60 процентов выручки вот если вы делаете что-то вроде матч 3 может так оказаться что вам в проекте потребуется сделать первую игру для не платящих и просто платящих то есть первую часть уровней а все что дальше какого-то уровня это будет вторая игра с совсем другими настройками для для китов и из-за того что разные платежные категории с разной скоростью идут по контенту собственно обычные платящие никогда не доберутся до вот этой второй части потому что там она просто будет бесконечно для них далеко а киты будут эту вторую часть проходить при этом с точки зрения неплатящего там уровни могут быть запредельно сложные главное чтобы вот очень важно отслеживать чтобы во второй части игры которая китовая кит имел возможность решить свою проблему через платеж вот если он может купить бустеров и с этими бустерами получить привычную для него наблюдаемую сложность там два выигрыша из трех например то все хорошо проблем скорее всего не будет с другой стороны бывают случаи когда дизайнеры уровней так исхитряются что там даже бустеры не помогают то есть просто какая-то запредельно комбинаторно тяжелая история и там хоть плати хоть не плати не пройдешь вот вот такие вот не надо делать уровни во второй части игры ну и вот я это все к чему говорю я это говорю к тому что киты важная часть любого free to play проекта без китов free to play проект нормально жить не будет потому что он будет финансово не уравновешен киты их мало они там условно топ 5 процентов платящей аудитории они обеспечивают 50 60 процентов выручки они очень важно что они получают другой продукт по сравнению с остальными игроками и я настоятельно рекомендую всем регулярно проверять опыт китов в своей игре чтобы не ну потому что я в жизни видел сколько-то случаев причем довольно много когда команда проекта много времени тратит на дизайн проекта для неплатящих и просто платящих там или мало платящих да это конечно нужно без этого не заработает там маркетинг и мы не сможем эффективно привлечь кучу народа но при этом команда проекта может забывать о том что киты поедут на деньгах и киты будут супер быстро потреблять контент киты могут получить какую-то слишком простую игру или какую-то неинтересную игру из-за того что они все за все заплатили а им не интересно вот я призываю вас регулярно смотреть на свои проекты глазами китов и следить чтобы киты получали удовольствие радость и удовлетворение соразмерно тем суммам которые они в проект платят спасибо за внимание я закончу спасибо василия отличный инсайтный доклад мне кажется лично я для себя несколько строчек немало строчек в свои заметки записал очень круто а вопрос у меня такой то есть ты сказал что ты работаешь работал получается в плейрикс в гейминсайт в кама-геймс теперь и вот я так понял что получается ты ведь работаешь совершенно разными жанрами да насколько я понимаю кама-геймс делает игры на жанр социал-казина покер вот в этом направлении да например то же самое плейрикс известен своими казуальными играми отличается ли как-то понимание кита вообще в зависимости от жанров я говорю не про студии здесь мы заступаем на звуки территории NDA а это именно про жанры игры с точки зрения сумм возможно с точки зрения способа выделения то есть через 105 процентов чаще всего это работает довольно надежно то есть ясно что тут я больше видел различий не между там не знаю жанрами как жанрами а я видел некоторые проекты в которых например некуда было платить там 3000 долларов условно то есть вот проект дизайнился там casual под заплати там 10 20 30 50 ну 100 долларов в голове у геймдизайнера было какой-то космической цифрой и такой типа ну если 100 заплатят так это вообще божественно будет вот а и в результате вот вот это кривая накопления кривая накопления ревеню она была очень довольно плоской то есть она внизу шла сильно выше чем надо и верхние пять процентов не не дозарабатывали и это по сути и являлось скорее сигналом что ребят у вас в проекте вы забыли вы забыли добавить опцию что можно купить сколько насколько угодно вот вот это я видел и вот скорее игры в которых монетизация забаланшена достаточно разумно игры в которых монетизация забаланшена с какими-то ошибками они с точки зрения китов сильно различаются а те игры где разумно мы учли интересы и малоплатящие аудитории и китов кажется у них вот эта кривая будет устроена похожим образом да понял спасибо слушай а я подумал теперь еще вот о чем а если у нас проект допустим это гиперказуальная игра в которой и напов ну положил руку на сердце нет да то есть если есть то там какие-то один процент общего дохода то то как меняется понимание кита там я с хайперкэжуал практически не соприкасался и я тут могу только какие-то догадки свои рассказать это не не опыт индустрии будет кажется там вообще особо нет китов то есть вот в целом есть конечно хайперкэжуал который прям совсем хайперкэжуал только рекламный я его имею ввиду это не обязательно хайперкэжуал любая игра в которой более чем 90 процентов дохода это рекламная монетизация смотри я кажется знаю проекты где которые круто работают на рекламной монетизации именно хайперкэжуал это да при этом я знаю также ряд проектов которые хотели быть хотели быть скорее на рекламной монетизации но при этом не обладали свойствами хайперкэжуала то есть вот на мой взгляд я конечно с хайперкэжуалом крайне мало соприкасался но вот на мой взгляд те весь тот набор весь тот набор признаков жанра которые у хайперкэжуала есть то есть такая супер простота одним движением управляем все там наглядно все там она вот каждое из вот этих вещей оно ретеншн первого дня там 60 плюс процентов это все является необходимыми условиями чтобы трафик отбился рекламой и если мы пытаемся сделать не хайперкэжуал игру не подпадающую под вот этот перечень канонов и отбить ее только рекламой то кажется допустим мы хотим сделать мидкор на рекламе мы не сделаем потому что у него нет многих признаков ширины аудитории простоты управления всего такого и следовательно у нас будут проблемы с привлечением оно будет дорогое а денег с каждого отдельно взятого человека через рекламу мы получим не очень много потому что там вполне себе известны пределы которые для обычных игр для кэжуал очень низкие мы не сможем вот и поэтому те игры которые много рекламы много рекламы в себя интегрирует но при этом если не хайперкэжуал они все стараются те которые могут привлечь трафик они стараются еще и напнуть свою сторону как-то поддерживать чтобы было куда платить и вот ну и в итоге они съезжают в сторону условно шестьдесят семьдесят процентов выручки с инапов остальное эдревеню это тоже довольно много но у тебя уже появляется больше половины инапов ну и там вполне себе ты можешь про китов говорить окей да спасибо вот вопрос из чатика у нас пришел так все таки отсутствие увеличения сложности по уровню для китов это хорошо или плохо там смотрите отсутствует не увеличение сложности а увеличение наблюдаемой сложности это вот прям супер важное отличие потому что сами уровни в линейке становятся сложнее да но при этом кит у него много денег и он хочет просто выигрывать уровни поэтому вначале он на выигрыш уровня тратит поменьше бустов а потом он начинает тратить больше бустов и это он сам себе формирует эту наблюдаемую сложность за счет своих денег то есть у вас сложность уровня растет но при этом кит он доплатит до своего комфортного там ему состояния и это просто это просто такой вот факт который надо понимать из него непосредственно вытекает супер скорость продвижения кита по контенту то есть это скорее какой-то факт из которого последствия про скорость и вытекают последствия про то что вторые там не знаю все что после пятисотого уровня и до пятитысячного у вас это будут уровни для суперкитов и там будет какая-то безумная с точки зрения не платящего там будет безумная сложность а с точки зрения суперкита там будет просто какая-то потребность в бустерах на каждом уровне кстати говоря из интересной истории истории из жизни я однажды в матч 3 проекте видел пользователя который суперкит прямо много платил и он ни одного уровня не прошел без бустеров просто ни одного он вот как в туториале первый раз нажал и все и вот все вот каждый уровень на бустере вот такое там уровне там надо полагать там прям тысячи уровней вот он все на каждой попытке на каждом уровне он обязательно применял бустер вот такие упорные люди тоже есть хорошо хотел бы я быть таким человеком если честно но хотя наверное и грубо я тогда ощущал несколько совершенно иначе да вот вот здесь это прямо это на самом деле может быть наиболее ключевая точка вот этого всего общения в том что у суперкитов совершенно другая игра они это не так видят для них это всего лишь я прошел уровень я прошел уровень я прошел уровень и для суперкитов на самом деле значительно больше получается фокус в мету игры то есть они же эти уровни проходят не только ради того чтобы там пазли какой-то решить они его по сути не решают и проплачивают но но они это делают для того чтобы получить не знаю там узнать прогресс по истории что-то там происходит ты получаешь какие-то условные звездочки, на эти условные звездочки ты там открываешь какую-то историю, ты что-то там узнаешь, тебе что-то рассказывают, и суперкиты, кажется, они и про это вот эта часть, она может быть для них тоже прям важна, и без этой части, ну, хотя, с другой стороны, с другой стороны, я видал там, сколько-то суперкитов, кто просто шпарил уровни и не тратил на звезды. Ты знаешь, напоминает игру в которой ты просто получается спокойно, ничего для этого не делая, поглощаешь контент. Такая игра называется книга. Вот, кажется, это она. Да, да, конечно. Окей, давай Сергей задает вопрос в чатике. Допустим, мы сделаем в игре ивент с дополнительным контентом для кита, который мы включим только так, только когда игрок перейдет порог в трат в 100 долларов. А обычный игрок через сайт или просто подсмотрев на устройство кита, это увидит. Не обидится ли на разработчиков такой фри-то-плей игрок? Какие методы есть, чтобы этого избежать? Ну, в целом, я бы, я не вижу особого смысла дизайнить какие-то ивенты только для китов. И я на самом деле не видел каких-то работающих примеров. Я видел примеры, когда ивент дизайнится какой-то длинны, и там есть какие-то этапы. И условно там первую и половину второго этапа, пол первого или первый этап могут пройти неплатящие. Если сильно будут стараться, они еще и до пол второго этапа пройдут, а там всего этапов, например, семь. И ограничение по времени. И то есть здесь вот комбинация того, что ты там какая-нибудь возобновляемая энергия есть, которую ты можешь докупить или ждать, пока она там отрефрешится. И в результате у тебя, если ты не платишь, у тебя просто до седьмого этапа энергии не хватит, если даже ты будешь играть постоянно. Но надо бы делать, чтобы это не очень считалось, конечно. Ну, потому что если это будут наглядные, игроки обидятся. Но в целом все обычно делают ровно так, что от этапа к этапу существенно растет потребность в энергии. Если первая там один, полтора, этапа, ты проходишь и думаешь, ну, мне не хватило там, не знаю, трех дней, я бы все остальное прошел. Нет, не прошел бы, потому что там вот так вот резко все растет потребность в энергии, и ты бы застрял на первой части второго этапа из семьи. Вот. Вот такие темы работают. Окей, нас осталось немного времени совсем и два вопроса. Давай успеем на них ответить. А в социальных играх какие-то имеют место и значение? А что имеется в виду под социальными играми? Ну, видимо, игры в соцсетках. Как думаешь? Ну, думаешь, ну, я не очень много там с соцсетками прям вот-вот общался, но кажется, что, наверное, да. Мне сложно сказать. И последний вопрос тогда, стоит ли для кита включать вспомогательные функционалы, бесплатные бустеры за серию побед и так далее? Ну, раз он так кит. Я бы не стал, потому что киты, надо заботиться о ките и надо проявлять к нему уважение. То есть ясно, вот здесь есть тонкая грань. У вас, допустим, может быть дейли-бонус, который там выдает вам чуть-чуть софт-каренси. И этот дейли-бонус вызывает окно на старте и все дела. И ясно, что для кита этот дейли-бонус вообще не нужен, он незначим. А окно ему в лицо показывается. И то есть вот если у вас такая ситуация, я бы, может быть, обдумал, чтобы в это окно для каких-то самых платящих игроков класть не дейли-бонус, вот чуть-чуть каренси, а какие-нибудь там, не знаю, рандомные предметики, еще что-то такое, что для кита будет иметь смысл. Или в пределе просто отключить это окно, если оно действительно просто никуда не нужно. Никто эту награду не клеймит, а просто закрывает окно. Ну, посмотрите там аналитику у себя. И вот это, пожалуй, единственный какой-то кейс, когда можно обдумать об отключении бесплатного функционала у китов. Потому что в целом киты же не дураки при этом. Естественно, они разумные все люди. И если в игре положено, там, допустим, первая попытка в день положена бесплатно, так они хотят первую попытку в день бесплатно. Если мы у них отбираем, то у них возникнет ощущение, что мы их просто на деньги обманываем, что им положено первое бесплатно, мы не даем, потому что они вот заплатили. Это, конечно, очень негативная история. Ну, обычно это все геймдизайном уравнивается, что вот эти вот, там настолько разная скорость и эффективность у неплатящих и у китов, что даже если мы киту раздадим несколько комплектов того, что мы раздаем неплатящим, у него это ни на что не повлияет, ну, потому что он в другой вселенной живет. Спасибо большое за доклад, Василий, спасибо за ответы на вопросы.